Техника убирания путы, эзотерическая. Если вы хотите выйти замуж, то вам нужно убрать путы. Каким образом убираются путы? Нужно взять разноцветные ленты или разноцветные нитки и связать себе ноги от колен до стоп. После этого взять ножницы и эти нитки разрезать так, чтобы у вас получилась одна длинная нить. После этого нужно разрезать эту нить пополам и одну часть этих нитей выбросить на одной стороне города, а вторую часть нитей выбросить на другой стороне города. После этого в течение года вы выйдете замуж. Кто не верит, можете проверить. Прикольно. Вы знаете, это работает удивительно и очень быстро. Если это правильно делать, то нужно использовать еще ко всему ваджрарный нож. Но где же вы такой найдете? Правильно? Ваджрарный нож. Тогда я даю новый способ, который называется ваджрарные ножницы. А это еще что такое? Возьмите обыкновенные ножницы и на эти ножницы в два кольца обмотайте лентами, чтобы у вас было три цвета лент. Это у вас будет ваджрарный пубрить. Ваджрарные пумбические ножницы от слова пумба. Таким образом, пурба, вернее, пурбические ножницы, от слова пурба. И после того, когда вы эти ножницы возьмете и сделаете по три ленточки с каждой стороны и обмотаете себе ножки, скажите, я развязываю путы одиночества. И берете вот так вот, разрезаете сверху вниз от колены ниже. После этого берете и разрезаете напополам вот эти вот ниточки. После этого едете пешком. Здесь очень важно, чем больше вы на это потратите усилий, тем лучше. Я не знаю, если вы в маленьком городе, идите пешком от одного края к другому. Если вы живете в городе Киеве, то вам нужно одну часть бросить на Позняках, а другую на Троещине. Пешком у меня нет. С днем тратить. Чем жаком, наверное, в несколько дней путешествия. Это можно сделать и на машине, потому что стоя в пробках, наверное, это будет долго. И таким образом, даже если вы не хотите, вы сможете выйти замуж. Таким образом убираются путы. После того, когда вы бросаете с одной стороны одни нити, а с другой стороны другие нити, сделайте так, чтобы мысленно приставить, будто у вас сверху дырка над головой и ее зашить или ее замотать. Продолжение следует...